Здравствуйте! Снова наступили затяжные выходные, а это значит, что с вами свежий выпуск программы «Итоги недели». В этот раз поговорим о том, как острова готовились к одному из главных праздников страны – 9 мая. Кроме того, на повестке у нас импортозамещение и рассказ о новинках предстоящего сезона от местных предприятий. Еще приберегли разговор о том, как серфить на радиоволнах и новенький с иголочки обзор новостей из социальных сетей. В общем, давайте, как всегда, обо всем по порядку. С вами Данил Пуршуков, мы начинаем. Если бы они не участвовали в войне, то тогда бы мы не истребили фашистов. День Победы в привычном формате. Сахалинцы готовятся отметить главный праздник страны. Сыр для меня – это не просто технология, это искусство. Своё полезнее и вкуснее. Островные производители готовят к лету новинки. Ну что, вы готовы? Тогда начнем! Тренды, лайки, подписки – самые популярные новости из соцсетей в традиционном обзоре от Владимира Ильина. Минувшая неделя выдалась богатой на события. Давайте познакомимся с самыми важными. Вашему вниманию традиционный дайджест. Коротко о том, что происходило на Сахалине и Курилах. Не будем затягивать. Перейдем к новостям. На Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар. Возгорание зафиксировали в турбинном отделении второго энергоблока 30 апреля. Причиной стало повреждение маслопровода, находящегося под высоким давлением. Сразу же был эвакуирован персонал и произведено аварийное отключение станции. На место прибыли пожарные. В результате пожара Сахалинская ГРЭС-2 потеряла половину своей мощности. Однако, по словам энергетиков, для этого времени года это не критично. Восстановить второй энергоблок планируют к началу осенне-зимнего сезона. В сквер на пересечении улиц Есенина и Комсомольска в Южно-Сахалинске разрушили вандалы. Сцена и оригинальные скамейки не досчитались досок. Учерб причинен значительный. К исправлению ситуации подключились городские власти, депутаты и общественники. В ближайшее время общественное пространство восстановят. К этому подключат и волонтеров. Сквер на Есенина открыли в конце 2019 года. В обсуждении проекта участвовали жители всего микрорайона. Министерство социальной защиты Сахалинской области ко Дню Победы традиционно предоставит социальные выплаты ветеранам и детям войны. Сумма компенсации варьируется от 5 до 75 тысяч рублей. Мера поддержки носит беззаявительный характер. Деньги перечислят на лицевой банковский счет, либо через отделение почты наличными. Те, кто не обнаружит поступление, могут обратиться в Центр социальной поддержки, либо через личный кабинет на сайте самостоятельно поправить платежные реквизиты. Выплату получат более 15 тысяч сахалинцев и курильчан. Островные дороги ждет масштабная ревизия. Разобраться с подрядчиками, которые обустраивали проезжую часть, поручил губернатор Сахалинской области. Отвечать за работу будет региональный Минтранс. В ближайшее время на пяти островных трассах должны устранить 19 нарушений, однако масштаб разрушений этой весной гораздо больше. Среди приоритетных задач – составление дефектных ведомостей. Эту работу проведут в связке с муниципалитетами. Затем исправить нарушения за свой счет должны будут строители дорог. Массовые субботники прошли в Южно-Сахалинске и других муниципалитетах региона. С желанием сделать город красивым и чистым на улице вышли тысячи людей. В уборке участвовали представители разных ведомств, общественные и коммерческие организации. Привели в порядок свои дворы и непосредственно жители. В масштабной уборке также приняли участие управляющие компании и районные администрации. Они предоставили всем желающим активистам инвентарь и все необходимое для работы. На Сахалине и Курилах создадут советы старших по домам. Выбранные представители будут отстаивать интересы соседей в сферах соцзащиты, медицины и ЖКХ. Такое поручение дал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с волонтерами проекта «Забота, защита, уважение» в Доринском районе. Именно там и в Южно-Сахалинске появятся первые такие советы. Домоуправы свяжут жильцов с районной властью и другими госорганами. Волонтеры уже помогают жителям записаться к врачу, подключать свой дом к газу и других вопросах. Глава региона предложил подключить к этому и старших по домам. Вернемся к главной теме этой, да и следующей недели. Наступает один из самых важных праздников в истории не только страны, но и всего мира – 9 мая. День победы в Великой Отечественной войне. В преддверии даты по всей Сахалинской области прошли репетиции и тренировки. Бессмертный полк в этом году состоится в традиционном формате – с шествием по главным улицам населенных пунктов. Впрочем, и армия тоже не отстает. Военнослужащие готовят технику, в том числе и легендарную «Катюшу» для праздничного парада. Подробности у Евгения Конькова. Подготовка к традиционному параду в честь 9 мая – это не только репетиции парадных коробок на Площади Победы. В автомобильном парке 68-го армейского корпуса тоже кипит работа. Военнослужащие ремонтного взвода готовят технику. И самой главной машиной на параде является старая добрая БМ-13 или всемирно известная «Катюша» – один из символов советского оружия Победы. Егор Балашов немного волнуется. Одно дело – управлять машиной в обычных условиях, другое дело – когда на тебя смотрят десятки тысяч глаз вживую и на экранах. Но водитель прославленной реактивной минометной установки уже знает все тонкости обращения с техникой. В принципе, управлять такой техникой не тяжело. Единственное, что отсутствует обдувый стекол, из-за этого приходится перед выездом постоянно протирать стекла. Ну и самая главная особенность – это отсутствие гидроусилителя, из-за которого очень тяжело поворачивать руль. Военнослужащие ремонтного взвода сейчас сдувают последние пылинки с парадной техники, в том числе с командных «Волк», на которых высшее армейское руководство будет вести парад и принимать его. Основная часть работы уже выполнена. Заменены все фильтры, все технические жидкости, которые необходимы. А в самый последний момент нам необходимо будет покрасить колеса к ее выезду. Вся Сахалинская область готовится к прохождению бессмертного полка. В этом году акция пройдет в двух форматах – традиционное шествие-демонстрация и «Бессмертный полк онлайн». В Южно-Сахалинске сбор участников начнется в западной части площади Победы в 8.30. Само мероприятие состоится по окончанию военного парада по маршруту – площадь Победы, улица Горького, Коммунистический проспект, затем свернут в парк имени Гагарина и далее пройдут до картодрома. Для участия в традиционном шествии бессмертного полка не требуется регистрация и не устанавливают каких-либо квот. Единым потоком с портретами своих героев все желающие смогут отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны. Местные активисты также намерены поддержать не только героев прошлых битв, но и нынешней специальной военной операции на Украине. Мы всецело и полностью поддерживаем и нашего президента, главнокомандующего, и нашу армию. И очень хочется, чтобы наши ребята, которые сейчас находятся на боевых действиях, участвуют в специальной военной операции. Пожелать им мужества, твердости духа и победы. К шествию бессмертного полка готовятся не только в областном центре. В Северокурильске семья Рябцевых с нетерпением ждет священного для них дня. Заламинировали портрет деда и прадеда Марка Никитовича Змеевского, кавалера ордена боевого красного знамени. И украсили его георгиевской ленточкой. Я горжусь ими очень сильно, потому что если бы они не участвовали в войне, то тогда бы мы не истребили фашистов и тогда бы мы не жили в таком хорошем мире. Отец Матвея Станислав Рябцев рассказывает, что их семья еще не пропустила ни одного шествия. Во время пандемии, когда акция бессмертного полка проходила только на экранах телевизоров и компьютеров, участвовали в онлайн формате. Очень большое количество наших предков принимало участие в Великой Отечественной войне. Многие из них погибли, выполняя свой долг по защите нашей Родины. Многие дожили до наших дней и совершенно недавно ушли от нас. Мы очень чтим их память и регулярно принимаем участие в бессмертном полку. В этом году еще один символ победы. Георгиевскую ленточку решили защитить юридически. Комитет Государственной Думы по обороне внес на рассмотрение проект закона о ее статусе. Народные избранники отметили, что Георгиевская лента на протяжении многих лет является российским символом героизма, мужества и стойкости народа, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий и при выполнении других не менее героических задач. Вместе с тем отмечают случаи неподобающего использования и нападок на этот общепринятый символ. Правоохранительные органы вынуждены реагировать на такие факты и уже складывается практика привлечения к уголовной и административной ответственности лиц за осквернение Георгиевской ленты. Георгиевская лента – это символ доблести русского солдата. Это символ нашей победы в Великой Отечественной войне. Это символ нашей национальной гордости за свою родину. Ведь неудивительно, что ее так боялись и продолжают бояться наши враги. И этот великий символ государство обязано защищать от любых оскорблений и посягательств. Ветераны войны и трудового фронта вспоминают те тяжелейшие годы. Тамара Абдулина жила в Башкирии в небольшом селе, выращивала пшеницу для фронта. Себе ничего не брали, жили впроголодь. Но каждый колхозник от мала до велика четко понимал. Даже маленькая горсть зерна – это удар по гитлеровской Германии. И лес рубила, и торф резали, и это пахали, косили, сели. Все, все тяжелые работы. Я просто маленькая, но у нас поддержка не была. Семья такая расплачивая. И сейчас расплачиваю. Работала всю жизнь. Николай Ступак с 43-го года и до конца войны воевал в пехоте. Начал в Белоруссии и закончил в Берлине. А по пути освободил Польшу и Прибалтику. Рассказывает, что несмотря на переход стратегической инициативы к Красной Армии, потери были большими всю войну. Хотя, конечно, не сравнить с 41-42 годами, когда наши войска только учились воевать. Как и нас начальство учило, прикладом бей, штыком колеи. Это в какой войне так было. Сейчас надо перебежками коротками, а нам во весь рост наступать, чтобы морально противника убирать. Он с пулемета чесанет, так человек 10 валяется. Командиры еще без опыта были первое время. Ветеран прекрасно помнит одно из знаковых событий Второй мировой – встречу с американскими войсками на реке Эльбе. Мы дошли аж до Эльбы. Смотрим флаги американские на Эльбе, на пароходах. А немцы оружие бросают, переплывают и сдается не нам в плен, а американцам. Я думал, они сейчас будут топить, стрелять, а им руку подают, вытаскивают с воды, как родных братцев. Я сразу понял, что гусь в вине не товарищ. Они одной кровью мазаны. Шествие Бессмертного полка и Парад Победы будут транслировать на телеканале ОТВ и в социальных сетях. Смотрите нас 9 мая, самый светлый праздник нашей страны. Евгений Коньков, Максим Чернобровкин, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. С чем хорошо сочетается изысканный сыр? Правильно, с верно подобранными игристыми напитками. Впрочем, можно и без аристократических замашек, ведь под сладкую газировку отлично подойдет сытный бутерброд. Что ж, в таком случае нашим местным производителям есть, что вам предложить. На молокозаводе Гренагра Сахалин как раз наладили первое массовое производство местных сыров. Не отстают от новичков рынка и старожилы. Завод напитков Колос тоже готовит новинки к летнему сезону. Приглашаю отправиться прямо на производство и узнать, чего ждать. Прежде чем запустить сыр в массовое производство, на заводе долго проводили исследования, добивались нужной консистенции, постигали процесс создания полутвердых сортов. И уже после майских праздников готовы поставить в розницу первые партии. Помимо голландского и российского, сахалинцы скоро смогут попробовать местные Тильзитер, Витязь, Моздам и Пармезан. Одним из первых качеств продукции оценил председатель островного правительства. Хотелось бы сказать, что продукция наивысочайшего качества. Это было отмечено всеми независимыми экспертизами. В рамках реализации этой продукции можно быть уверены в ее качестве. Ежедневно новая линия молокозавода сможет выпускать до пяти тонн различных сыров. Продукт добавляет только молочный жир. Сырье берут свое. Сегодня в стадии Гринагра Сахалин 1700 голов. В сутки на заводе в Троицком производят до 40 тонн молока. Это пятая часть от всего объема в регионе. Сыр для меня это не просто технология, это искусство. Его нужно видеть, чувствовать, понимать, когда, что делать. Сырное зерно очень быстро в процессе технологического процесса меняет свою консистенцию, свои технологические свойства. Если его или не додержать, или передержать, мы в конечном итоге можем не получить тот продукт, который хотим получить, или вообще получить в брак. Сыр производят в несколько этапов. Первым делом сырое молоко поступает в цех. Здесь оно нормализуется и сворачивается. Полученному сырному зерну придают круглую форму. Дальше из продукта убирают лишнюю влагу. После чего сырные головы на несколько часов отправляются в солевую ванну и созревают при постоянной температуре 11 градусов и 85-процентной влажности. Процесс занимает до 60 суток, в зависимости от конкретного рецепта. Но не только сыровар готовится удивлять сахалинцев новинками. Сейчас будет очень хорошо лететь голом, потому что, насколько наши дети любят полу, наша пола самая вкусная, потому что на натуральном сахаре, и когда вы ее попробуете, у нас бывали раньше скульпсии детские, они очень любили нашу полу. И они любят ее, если у нас в магазинах видят, они покупают ее. Создание напитка – тоже процесс творческий. В лаборатории об этом знают не понаслышке. Здесь проверяют качество продукции и придумывают новые рецепты. Ингредиенты натуральные. Перед тем, как запустить напиток в серийное производство, его тестируют несколько экспертов. Плотность, кислотность, влажность, внешний вид, органолептика. У нас это классика. Это линейка классической лимонады. Наши чаи на нашем среде на дикоросах. Сахалинский шуковник. Сахалинская роза называется. Сахалинский бояршник. Чай у нас очень вкусный. У нас очень вкусные чаи холодные. Кола у нас тоже бесподобные. Колокольчик. Дети очень любят. На производственной линии работа кипит. В летний сезон продажа напитков увеличивается в разы. В отличие от иностранных, островные производители сдерживают цены. Например, за счет собственного производства углекислоты, упаковки и тары. Ну а почему он пользуется спросом? Мне кажется, надо спрашивать и покупателей. Если они покупают, значит, он им нравится. В течение уже многих лет. Например, я на заводе уже работаю в 17 лет. И у нас, в принципе, не меняется ни сырье. Ну, как бы тяжело сейчас, сами знаете. А сырье не меняется. У нас все натурально. За одну восьмичасовую смену на предприятии могут разлить около 10 тысяч бутылок продукции. На сегодня завод закрывает 50% потребности региона в напитках. Сейчас завод готовится увеличить объемы производства. Летом островитян ждет новая линейка сладких напитков. У нас оборудование достаточно хватает мощности работать на этом. Пока не до обновления. Надо увеличить мощность. И мы можем это сделать на этом оборудовании. Ну а дальше, конечно, будем смотреть что-то новое. Кроме того, мы в целях импортозамещения занимаемся еще рыбной продукцией. Поэтому выпускаем более 100 наименований разного вида. Копченая, соленая, вяленая ассортимент на любой вкус и кошелек. Лосось, палтус, красноперка и даже лещ. В Колосе обрабатывают свежемороженую рыбу из разных регионов страны. Кстати, в этой линейке тоже ожидаются новинки. Они появятся на полках островных магазинов уже в этом сезоне. Мария Кондес, Владимир Ильин, Татьяна Барашкова, телекомпания ОТВ. И это еще не все. На сегодня увидимся во второй части выпуска. С любимым удобно и выгодно. Теперь каждый понедельник в сети магазинов «Любимый» пенсионеры могут совершать покупки со скидкой 10%. Подробности у продавцов-консультантов. Желаем здоровья, душевного тепла и выгодных покупок. Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения. Оповестите окружающих об опасности. Сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны. Обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее. На этой неделе число обращений в Центр управления регионом на порядок меньше, чем на прошлой. Мы, как всегда, оперируем данными с минувшей пятницы по четверг. Что ж, не будем откладывать долгий ящик. Наша статистическая рубрика «О чем говорят острова» уже спешит в эфир. Пора узнать, чей голос оказался громче. Итак, всего в Центр поступило 202. Обращение лидером остается Телеграм. Он увеличил отрыв от второго места на счету одноклассников всего около 60 сообщений. Замыкает тройку ВКонтакте. На его счету всего полсотни писем. Самые популярные темы почти не изменились, в отличие от распределения мест. В топе только один новичок – экономика и бизнес, но и то на пятом месте. А больше всего обращений принесла дорожная тема. Серебро у ЖКХ замыкает тройку благоустройства. На четвертое место вежливо заглянула социальная сфера. В дорожном разделе самый популярный вопрос – ремонт проезжей части. Еще сообщают о ямах и выбоинах, жалуются на проблемы с освещением и даже на сложности с расчисткой трасс от снега и наледи. Кстати, плохое качество дорожного ремонта тоже в тренде. В жилищно-коммунальном хозяйстве тоже не все спокойно. Жалуются люди на плохую работу управляющих компаний. Это самая популярная тема. Еще сетуют на содержание домов, отсутствие холодной воды и электричества, равно как недовольны и счетами за коммунальные услуги. И стопа прошлой недели перекочевала в список менее популярных тема здравоохранения. Кроме того, интересуют островитян вопросы безопасности, образования, строительства, а еще связи. Поговорим о географии обращений самых ответственных ведомствах. Лидер по-прежнему Южно-Сахалинск. Остальные места в тройке взяли областные Минтранс и Минздрав. Четвертое и пятое место разделили между собой муниципалитеты Хомск и Корсаков соответственно. Что ж, нам остается продолжать следить за работой центра, где обещают поделиться данными о предстоящей неделе. И только от вас зависит, какие темы в этот раз попадут в топ. Представьте себе, вы едете по ночному шоссе, свежий ветерок проникает в приоткрытое окно, придорожные фонари мелькают калейдоскопом, а по радио заканчивается песня, и теплый голос диктора спешит рассказать вам что-нибудь интересное. Сразу захотелось прибавить громкость, не правда ли? 7 мая в России как раз отмечают День радио. Отличный повод поговорить об этом подробнее. И для этого у нас даже есть специальный гость. Таким сегодня станет Кэт Кенна. Под творческим псевдонимом скрывается яркая и талантливая ведущая радиоэфира на столичной станции Capital FM. А по совместительству автор и исполнитель задорных песен, психолог, коуч про комсомолку и красавицу договаривать не буду. Сами посмотрите прямо сейчас. В нашей рубрике «Гость студии». Кэт, привет! Здравствуй, Данил. Очень интересно в первую очередь узнать, как пришла к работе на радио. Потому что, насколько я знаю, до этого твоя карьера складывалась несколько в другом русле. На радио самый первый раз. Я попала вообще совершенно случайно, а вот дальше все случайности были уже такие срежиссированные. Я училась в универе, я только что переехала в Новый город, никого там не знала, это был город Ижевск, знаменитая родина Калашникова того самого. И у меня был новый друг, который, приятель, который собирался идти на прослушивание на радио. Он боялся идти один. И он говорит, Кэт, сходи со мной, я вот боюсь. Я говорю, ну давай. Мы туда приходим, и он, значит, записывает свою демку, и звукорежиссер подходит с листочком ко мне с текстом и говорит, ну давай теперь ты читай. Я говорю, не-не-не, я просто рядом постоять, я вот просто за компанией. Он говорит, ну раз пришла, все равно уж больше никого нет, давай читай. Ну давай. Я читаю, и в итоге мне предлагают стажировку, а друга не берут, не берут друга. Мы до сих пор общаемся, он пережил этот момент. Все хорошо. Это был первый раз. После этого я там продержалась недолго, всего пару недель. Потом у нас начался клаш характеров между мной и начальником. Но это дало мне, это развернуло мое внимание в сторону радио. До этого на моем радаре вообще не было ни радио, ни телевидения, ничего. И уже после этого, переехав в Москву спустя какое-то время, я уже целенаправленно начала искать работу на радио. Пять лет я работала на радио и на ТВ. Потом я уехала в Лондон на восемь лет, занималась там музыкой. Вернулась в 2017 году в Москву и снова случайно попала на радио. И я с тех пор на англоязычной радиостанции уже 4 года работаю в Capital of M Moscow. Мораль всей этой истории такова. Ходите везде, за компанию, сами, знакомьтесь, общайтесь. И это вас обязательно приведет в какую-то очень интересную точку. Я работаю на радио, еще я работаю на платформе Puzzle English. Я там веду и пишу ролики. И еще я начала заниматься радио. Привело меня уже теперь в другую немножко сторону. Я теперь у нас полноценный диктор. Я уже пару лет озвучиваю ролики. Например, есть несколько музеев в России, 20, если я не ошибаюсь, по всей России, где аудиогид на английском языке записан моим голосом, например. А что чувствовала первый раз, когда свой голос услышала, вот где там в торговых центрах, например, или на экскурсии? Ой, я себя не всегда узнаю. Вчера как раз слушала демки, где не было фотографий, просто голоса дикторов. И я слушаю чей-то голос, думаю, так, это я или не я? Нет, вроде не я. Следующий. О, вот это точно я. То есть есть такой момент, потому что в разных, так сказать, зависимости от рекламы ты голосом очень много можешь делать на самом деле. Вот сейчас это мой обычный голос, которым я говорю в жизни. Для рекламы я могу говорить чуть ниже, чуть сексуальнее. Потом это там все еще инженеры сводят, уводят, и там такая секси-мама, а я вообще такая, господи, это я, что ли, Матерь Божья? То есть вот такой есть, такой момент, но это очень интересно. Еще там можно мультяшным голосом говорить там, хи-хи-хи, как дела, какой-нибудь ведьмы, да? Или там какого-нибудь человечка смешного. И это круто, что вот на самом деле так много всего можно сделать, не используя лицо, руки, как вы видите, я сейчас использую. Хорошо, тогда интересно поговорить о том, как совмещаете сегодня все ваши активности, потому что, я так понимаю, что и музыка никуда не делась, да, наверняка, и все другие вот эти вот увлечения. Спать хотя бы успевайся. Смотрите, здесь работает, значит, поначалу, когда вы начинаете. Во-первых, чтобы понять, что тебе интересно и где у тебя хорошо получается, совет номер один, суйся везде, да, ходи на прослушивание, пробуй, смотри, отбирай. Вот когда ты себя отобрал, клею, так скажем, уже, вот здесь ты должен начать отсекать лишнее. Все мои занятости, они все в одном поле. Радио – это голос, дикторство – это голос. Даже там видение какое-то где-то на телеке, ну окей, это голос и картинка, да. Музыка – это голос, это все в одну стезю. Сейчас у меня, получается, радио – моя постоянная работа, Puzzle English, там, два раза в месяц. Дикторство я сейчас очень развиваю, у меня есть амбиции, я хочу, такая моя мечта, чтобы на Нетфликсе где-нибудь мой голос звучал когда-нибудь. Вот, и еще я сейчас ударилась, то есть это уже устоявшиеся для меня понятные платформы, да, радио понятно, Puzzle понятно, дикторство развиваем. И сейчас я еще взялась за коучинг и психологию, чтобы помогать другим людям раскрывать свой потенциал. Но это, видите, то есть когда у тебя одно уже готово, устоялось, ты знаешь, что ты делаешь, уже можешь начинать следующее. Вот здесь ты уже начинаешь выбирать. Представь себе школьника или студента, который сегодня заканчивает вот свое учебное заведение и собирается ехать покорять большой город и как раз работать на радио. Какой совет ты ему дашь в первую очередь? Некоторые мы уже услышали, но, может быть, есть какой-то прям ключевой. Во-первых, желательно какой-то опыт поднакопить, потому что большой город, это много возможностей, но и тяжелее пробиться, да, людей много. Лучше какой-то опыт приобрести локальный у себя в твоем городе. Попросись на стажировку, на бесплатную, на платную, неважно, кофе приносить, там, к помощникам режиссера, кем угодно. Попросись, чтобы увидеть изнутри, чтобы увидеть кухню. Сходи на прослушивание на местное. Если тебе на местном, кстати, отказали, сказали, вы негодны, извините, не слушайте. Мне так говорили, что я негодна для телевидения, и оказались неправы. Так что не слушайте, но ходите. То есть приобрести опыт в локальной своей какой-то среде, где чуть-чуть попроще это сделать. Поднакопить немножко денег, чтобы на первое время хватило, да, подзаработать, найти работку. И третье важное – не бояться. Не бояться ошибаться, не бояться отказов. Эта сфера нужно приучить себя к отказам. Ты будешь ходить на прослушивание, ты будешь писать, и тебе будут говорить «нет, спасибо». Это нормально. Это нормально. Не бояться показывать себя, не бояться стучаться в двери. Если двери не открываются с первого раза, стучим еще 15 раз. В общем, не отступать от своей мечты. Ну что ж, спасибо большое, что сегодня нам все так подробно рассказала. Будем надеяться, что за твоим примером последуют многие. Спасибо большое, Данил. Всем хорошего дня. Выпуск почти закончен. Почти, но не совсем. Весь встречи с вами уже заждался один из наших авторов – Владимир Ильин. И его традиционный обзор свежих новостей из социальных сетей. Какие темы форсили, посты лайкали, за какими трендами следили и расшаривали видосики в мессенджерах и прочих личках. Старший зритель скажет, что я выражаюсь неприлично о молодежи, что говорю кринжово. Но так ли это важно, когда впереди обзор? Поехали отвечать на этот вопрос вместе. Сахалинские джиперы не смогли пробиться на мыс Крыльон. Новость с таким заголовком набрала почти 4000 просмотров в одном из островных телеграм-каналов. На участке сложного пути старенький внедорожник потерпел неудачу. Джиперы не бросили собрата и вытащили авто. Однако завести транспорт не удалось. Пришлось тащить на буксире. Не везет Паджерикам, отметил в комментариях один из пользователей. Еще один казус с авто произошел на островах. На этот раз дело было на Итурупе. И снова Митсубиси Паджеро сыграл роль Титаника. Компания молодых людей сняла сториз с крыши тонущего в реке авто. Короче, мы тонем на мостах. Водитель Анна, Митяй. Да уж, веселые ребята. Написали в комментариях пользователи соцсетей. Героям ролика удалось спастись и найти подмогу на ближайшем стане. Попытка вытащить авто при помощи троса закончилась трагично. Джип разорвало пополам. Все, можно ехать. Судя по смеху за кадром, компания экстремалов особо не расстроилась. Тем временем в Южно-Сахалинске появилась граффити бабушки с флагом, которая уже успела превратиться в новый символ стойкости и гордости россиян. Фото и описание под постом оценили почти 5000 пользователей Телеграм. Желаю вам оставаться стойкими, а еще быть на позитиве. В пределах разумного, конечно. Берегите себя. Хороших выходных. Обзор для вас подготовили Владимир Ильин и команда ОТВ. Мы постарались собрать для вас самые яркие события ушедшей недели. Однако, разумеется, их было гораздо больше. От недостатка информации вас избавит сайт нашего агентства «Сахалин Курилы», расположенный по адресу saf.online. Рекомендуем заглянуть туда за полной картиной. С вами был Данил Порошуков. Всего доброго. Продолжение следует... Безопасность – дело общее. Хотите сократить затраты на содержание автомобиля? Переводите своего железного коня на газомоторное топливо. Стабильное качество топлива – увеличение ресурса. Экономия на топливе, смене масла и замене свечей. Кроме этих неоспоримых преимуществ, существуют различные меры поддержки перевода автотранспорта на газомоторное топливо. Компенсация затрат граждан. Компенсация затрат сельхозприприятиям и предприятиям пищевой промышленности. Компенсация затрат ИП и юридическим лицам. Льгота по транспортному налогу 50%. Также существенные меры поддержки развития газозаправочной инфраструктуры и сервисных центров по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо. Правительство Сахалинской области напоминает. Дача взятки должностному лицу до 12 лет лишения свободы. Доктор, пневмо больничную. Я не вижу основания для выдачи больничного. Одна взятка – два преступника. Доктор, пневмо больничного.